Музей Минипушкин А вот это гмии. Музей Минипушкин только не со стороны, которую привыкли все люди видеть, а со стороны волхонки, а со стороны двора. И вот этот гмии построили ведь тоже в начале века, как весь этот район перестраивали. Его построили на месте колымажного двора. Почему этот переулк колымажный теперь? Когда его построили, он назывался Антипиевским. А потом улица маршала Шапошникова, здесь находится генштаб. И вот здесь был колымажный двор, то есть место, в котором были кареты всего, так сказать, государева, всего Кремля, дворца. А за колымажным двором находились вот эти прекрасные усадьбы, которые до сих пор здесь сохранились, их не снесли. Потому что, собственно говоря, весь план реконструкции вот этого района, он как бы предусматривал строительство вот здесь, вот там, на месте храма Христа Спасителя, дворца Советов. А поскольку дворца Советов не случилось, то и реконструкции района, как таковой, не случилось. И закончилась она строительством вот этого старого здания, Министерства обороны, которое, собственно, было наркоматом армии и флота. И вот это здание наркомата армии и флота, оно должно было бы как бы стать такой доминантой вообще всей вот реконструкции всего этого района, начиная от Арбатской площади, где был Арбатский рынок, и заканчивая пространством, где сейчас находится храм Христа Спасителя, который тогда был снесен, и где собирались строить, собственно говоря, дворец Советов. Но поскольку не построили, то вот так и оставили. И получается, что вот на этот маленький, очень узкий колымажный переулок выходит фасад вот этого совершенно выдающегося такого постконструктивистского дома, построенного проекта архитектора Руднева, вот с этой огромной звездой, и которая по такому архитектурному замыслу и вообще по тому, как, видимо, Руднев планировал свою такую творческую деятельность, была частью вот диптиха, потому что второй, второй частью такого же говна является здание академии, какой-то академии, то ли академии генштаба, то ли какой-то еще академии на улице, на Пироговке. Оно точно такое же, и как бы должно было венчать такую огромную арку. Вот это была такая арка, но не случилось. И поэтому, благодаря тому, что не случилось, сохранились вот эти совершенно потрясающие усадьбы, в которых, например, в одной из которых, насколько я понимаю, находится какой-то из офисов до сих пор, телерадиокомпании. Почему не канала «Звезда», которая находится на ВДНХ, а вот типа вот у них есть такая управляющая компания у Министерства обороны. То есть это все принадлежит Министерству обороны, но при этом вот таким удивительным образом сохранившиеся и, конечно, диколакомые куски. Я вот всегда даже, когда раньше думал или устраивал какие-то вечеринки, я думал, что вот было бы круто устроить вечеринку вот здесь. Но, по-моему, это совершенно нереализуемо, потому что это вот здание, ну, совсем Минобор и, в смысле, Министерство обороны и примыкающее прямо вот к этому их медицинскому центру, который они благополучно издают. И я вот когда переехал в этот район, я начал как-то пытаться в него интегрировать, и я понял, что, несмотря на то, что вот он такой весь, как кажется, пафосный, и самый уж центровой-центровой, центреи нет, самый центр города, ведь на самом деле географически находится не в Кремле, как многие считают, а вот немножко туда, вот за Волхонку. Вот видишь, там дом с красной какой-то вывеской продажа полтора тысячи метров, там находится улица Ленивка, и как бы улица Ленивка упирается в так называемую Лебяжку, в Лебяжий переулок. И вот Лебяжий переулок – это географический центр Москвы. Вот он, а не Кремль, как раз является той точкой, с которой на самом деле начинается земля. И Лебяжий переулок, он был, собственно говоря, потому что там был огромный пруд, такая запруда, туда впадала Неглинка, который потом… был огромный пруд, он прямо, я думаю, что он был размером с пол Кремля. Он был вот от… тогда еще… это был, наверное, 17 век, и, соответственно, Неглинка как бы должна была впадать там, и была запрудом для Неглинки. Была каменная мельница, построенная там, которая всю эту воду нагоняла, и этот пруд, он был до нынешнего Храма Христа Спасителя, очень большой. И там была птицеферма, там были все эти утки, лебеди. И вот, собственно говоря, в Пашковом доме, который был абсолютно чудом для Москвы 18 века, тоже были оттуда птицы, уже когда Неглинку пытались убрать, и уже, вернее, поняли, что ее надо убирать, и убрали пруд. Вот огромное количество каких-то очень диковинных птиц из этого самого Лебяжьего пруда это перекочевало в сады дома Пашковых. И Петр Егорович самим очень гордился. А вот, собственно говоря, да, вот это вот здание, и вот видишь, что оно абсолютно… его не видно, его не видно. То есть он считал, что будет панорама, и вся Москва будет его видеть. То есть вот как сейчас видно Храм Христа Спасителя с Воробьевых гор, так и он считал, что вот с Ленинских гор первое, что будет открываться, это вот этот огромный комплекс нынешнего Министерства обороны. А вот не случилось. Когда я первый раз сюда попал 30 лет назад, я подумал, что здесь люди не живут. И действительно, вот в Старобаганьковском переулке тогда был круг. Троллейбус, который сейчас убрали, который идет по Маховой, 33-й, по-моему, он как бы делал круг в Старобаганьковском переулке и возвращался обратно. Туда, в сторону дома на набережной, на улице Серафимовича, и дальше по Ленинскому проспекту, по улице Димитрово. А это было 30 лет назад. Сейчас это все убрали, Старобаганьковский сделали односторонним, троллейбус срезали. А жить так и не получилось, потому что еще с появлением капитализма и о пешеходе Зате в АЦИ улице Арбат стало понятно, что здесь негде питаться совершенно. То есть, например, здесь абсолютно отсутствуют какие бы то ни было продуктовые магазины. Если еще раньше при советской власти можно было как-то ходить во дворы, вот туда в Гагаринский, Перелуг Носифцев-Пражек, то сейчас это, конечно, совершенно невозможно, потому что ничего нет, вообще не нечего есть. И поэтому меня всегда удивляют, куда? Я говорю, ну вот я иду там в седьмой континент через мост. Я говорю, зачем ты ходишь через мост? А вы выясняете, что некуда ходить не через мост. То есть можно пойти, например, в гастроном Новоарбатский и на Новом Арбате на Калининском проспекте, но мало того, что он дико дорогой и невкусный, не надо нас давить, пожалуйста, это пешеходный переход. Там еще и, например, сейчас отобрали лицензию на алкоголь, что вообще странно. На Московском бульваре никогда не было никакой брусчатки. И не было никакой брусчатки, никогда никаких бульваров. В сущности, что такое бульвар? Это же парк. И даже если ты приедешь, например, в Париж, ты увидишь, что тоже никакой брусчатки нет. Вот она эта брусчатка. Вот камень и, видимо... Я просто не помню, когда была реконструкция Гогольского бульвара. И он, по-моему, последний из всех бульваров, который не реконструирован при Лужкове. Наверное, ну судя по тому, я думаю, что это было где-то 60-е годы, когда была вообще реконструкция зеленых насаждений в городе Москве. И вот сейчас они со следующего года собираются делать эту реконструкцию. И первое, о чем они почему-то начали думать, что давайте-ка мы поменяем памятник Гоголю вот этот с этого на другой. На тот самый, на тот, который сейчас стоит вот там, в нынешнем так называемом музее Гоголя, который открыли 200-летие великого русского писателя. И который, по сути, является домом, в котором Гоголь прожил последние несколько лет своей жизни, московской усадьбой тогдашнего оберпрокурора Синода графа Толстого. И вот оттуда, из того дома, где стоит вот этот самый памятник, построенный еще до революции, который они хотят сейчас переместить сюда, а этот убрать туда, потому что это слишком официальный, как они считают. А оттуда, вот из того дома, на Никитском бульваре, Гоголь ходил как раз ровно напротив, в Старый Ваганьковский переулок, в эту самую церковь Святого Николая, которая находится ровно напротив его подъезда. И ходил туда все последние годы своей жизни. И там многократно тамошнего, тогдашнего настоятеля просил ходатайствовать арку положения его в диаконы. Известно же, что Гоголь очень долго хотел уйти в монастырь, стать священником. Но церковь и сенот в лице, собственно говоря, его друга, графа Толстого, ему это дело запретили. И вот совершенно непонятно, кстати, сказать, были ли они правы. А вот здесь, собственно говоря, вот этот комплекс такого настоящего московского уродства. Вообще, по сути, не только Арбатская площадь. Уже Арбатская площадь была, когда, например, родилась моя мама. Вот здесь на месте сахарницы был Арбатский рынок. Самый такой злачный московский рынок, чудовищный совершенно. И когда, собственно говоря, правительство и политбюро создало вот эту архитектурную группу, чтобы построить здание, Министерство обороны и полностью реконструировать Арбатскую площадь, они, конечно, предполагали этот самый Арбатский рынок убрать. Но случилась война, и ничего не убрали. И этот Арбатский рынок был, и многократно сюда падали бомбы. И вот в этом самом входе на метро Арбатская, ты видишь, это красный вход, построенный в виде звезды, как одно из зданий комплекса Министерства обороны. Случилась первая знаменитая московская давка во время бальбёжки 41-го года. Когда после войны уже стало понятно, вот даже были отличные послевоенные кадры, когда журнал «Лайф» снимал манекенщиц, были такие первые приезды манекенщиц в Москву, и приехала группа манекенщиц «Кристиан Диор». И вот журнал «Лайф» снял огромную фотосессию, как манекенщица «Кристиан Диор» ходит по Арбатскому рынку. И после этого, мне кажется, при Хрущёве это всё снесли, построили вот эту чудовищную сахарницу, вмонтировали в неё вход в станцию метро Арбатская, которую мы сейчас знаем, вот он оттуда, с той стороны, со стороны Калининского проспекта. И превратили эту Арбатскую площадь в абсолютный такой... Если на неё посмотреть, вот сейчас вот так сделать панораму, ты понимаешь, что ты находишься на окраине какого-то абсолютно брежневского города. Вот это брежневское здание, вот TNA Alpha Group построил себе офис TNK BP, одно из самых уродливых зданий в мире. Пожалуй, что в городе Сыктывкаре не построили бы такого уродливого здания, как построил TNK BP. А вот этот удивительный бизнес-центр пристроили уже к TNK BP. И говорят, что сейчас, при том, что все бизнес-центры в городе Москве опустуют, везде сдаются площади по 3 копейки, вот здесь, в этом бизнес-центре, люди, которые его построили, пытаются продать, по-моему, за 350 миллионов долларов, что, конечно, само по себе смешно. Ну, то есть это 350 миллионов долларов, люди пытаются продать вот это в городе Москве, не в Нью-Йорке, в городе Москве. Удивительно. И вот это, вот это, вот это, вот в этом все. Все.